Hi, друзья! Уже больше месяца являюсь счастливым обладателем iPhone 12 mini и думаю, что настало время честно рассказать всё, что я думаю об этом девайсе. Я до сих пор отлично помню, что после распаковки в конце ноября у него были позитивные эмоции, но они сразу же полностью исчезли после того, как я только начал пользоваться аппаратом. Дело в том, что смартфон не всегда реагировал на разблокировку экрана, но к счастью после обновления эта проблема была полностью решена. Так что спасибо Apple за оперативность, так как больше каких-то существенных проблем с аппаратом я не замечал. Высокую стоимость, а именно 70 тысяч рублей за версию на 64 гигабайта я не считаю минусом, так как это Apple и по определению Apple не может стоить дёшево. Но всё же, если посмотреть список магазинов в Е-каталоге, то можно увидеть, что во многих из них стоимость ниже официальной. Если вспомнить времена 10-го iPhone, то насколько помню его и в продаже было найти сложно, не то что купить со скидкой. Но времена меняются и iPhone перестал быть дефицитом, более того линейка расширилась и сейчас в продаже 4 разных версии iPhone 12, где мини-версия хоть и является самой доступной, но тем не менее функционально не урезана по сравнению с обычным iPhone 12. Кто смотрел распаковку на канале, знает, что у меня версия на 128 гигабайт. Да, я мало переплатил, так как часто пользуюсь камерой, поэтому 64 гигабайта мне вряд ли хватит. Что касается цвета, то я выбрал чёрный, о чём абсолютно не жалею, хотя он не особо практичный, так как притягивает к себе пыль и отпечатки пальцев. Если вас беспокоит этот момент, то я рекомендую присмотреться к вариантам в белом или зелёном цвете. Я часто пользуюсь компактными смартфонами, но это в основном бюджетные устройства. Да, у меня были и флагманы, тот же самый Samsung Galaxy S10e, но впрочем, что тут говорить, и мода компактности миника, как до Китая. И причём 5,4-дюймовый дисплей я не считаю недостаточным для выполнения каких-либо задач. Да, конечно, смотреть видео или играть в игры на большом дисплее комфортнее, но при этом надо понимать, что этот смартфон не такой уж и маленький, это не iPhone 4. И многие пользователи не будут ощущать его таким уж миниатюрным. Ну, если выбирать современных iPhone, то, безусловно, iPhone 12 mini самый удобный для пользования одной рукой. И да, это очень лёгкий смартфон, хотя он выполнен из стекла и металла. Его вес составляет всего 135 грамм. То есть, Apple удалось создать маленький и лёгкий флагман, но всю эту миниатюрность может легко испортить громоздкий чехол. Но, вы знаете, лично у меня не было вопроса, какой чехол купить для миника. Я уже давно понял, если нужен чехол, который не увеличивает габариты смартфона, то Pitaco это беспрогрешный вариант. Этот премиальный чехол выполнен из аромидного волокна, он невероятно практичен и имеет доступ ко всем кнопкам и разъёмам. Помимо этого, стоит отметить, что чехол имеет очень мягкую, приятную на ощупь структуру, которая улучшает сцепление с рукой, что, конечно же, в большей степени защищает от выпадения из рук. А для защиты блока камер в чехле имеется специальный выступ. В общем, друзья, на мой взгляд, это один из самых лучших чехлов, которые существуют для миника. И главное, что при его использовании смартфон продолжает выглядеть как премиальный продукт. Чтобы было понятнее, я одену смартфон в дешёвый силиконовый чехол. И, как видите, смартфон меняется в худшую сторону. Поэтому выбор чехла для смартфона не менее важен, чем выбор самого смартфона. Кстати, помимо чехлов, Pitaco делает и другие полезные ништяки, такие, как, например, замечательный набор необходимых аксессуаров для смартфона в очень компактном и лёгком кейсе из углеродного волокна. Тут тебе и кабель USB-C, который всегда пригодится для зарядки или передачи данных. И переходники на другие разъёмы, такие как USB, microUSB, Lightning. Имеется скрепка, слоты для SIM-карт и карт памяти. Помимо этого устройства можно использовать в качестве карт-ридера или внешнего накопителя на 16 гигабайт. Также кейс можно использовать в качестве кошелька для банковской карты. В общем, штука мега полезная, причём не только для путешествий, но и для повседневного пользования. Кому интересно, ссылку на чехол и набор я оставлю в описании под этим видео. Также я оставлю промокод, с помощью которого вы получите 10% скидку. Дисплей аппарата выполнен по технологии Super Retina XDR OLED и имеет великолепное разрешение 1080 на 2340 пикселей, что соответствует 476 ppi. Тем самым, это самый чёткий дисплей из сей 12-й серии айфонов. По ощущениям, он сравним с режимом естественных цветов на смартфонах Samsung. То есть, он не такой насыщенный и глаза уставать не должны. Но всё же, если это происходит, то рекомендую применять режим True Tone, при использовании которого глаза меньше напрягаются и, соответственно, меньше устают. Также рекомендую активировать тёмный режим, который приятнее для глаз, к тому же положительно влияет на время автономной работы. Что касается пресловутой моноброви, то здесь она точно такая же, как и на старших моделях, хотя из-за меньшего экрана кажется больше. Я никогда особо не любил монобровь, но её абсолютно не видно при работе с повседневными приложениями. Разве что в некоторых видео она может закрывать часть контента, если смотреть в полноэкранном режиме. Изначально меня очень беспокоило отсутствие высокой частоты обновления экрана. Здесь стандартный 60 Гц. Но вы знаете, плавно анимация iOS воспринимается не хуже, чем 90 или даже 120 Гц на китайских смартфонах средней ценовой категории. Поэтому на практике всё не так уж и плохо. И к тому же со стандартной частотой экономится заряд аккумулятора. Программа обеспечения аппарата с момента покупки уже несколько раз обновлялась. И на сегодняшний день прошивка работает на iOS 14.3, в которой, в отличие от предыдущих версий, появилась поддержка сервиса Fitness Plus, который в России не работает, поддержка новых накладных наушников AirPods Max, а также другие изменения. В целом система очень стабильная, простая и удобная. Я думаю, что многим понравится библиотека приложений. Также появилась долгожданная поддержка виджетов. И главное, что в iPhone 12 mini можно делать всё то же самое, что и в старших версиях. И я очень надеюсь, что при последующих обновлениях мини-версия никаким образом не будет ущемляться. Базируется аппарат на 5-нанометровом процессоре Bionic A14, с запасом мощности которого точно хватит лет на 5. То есть, покупая этот аппарат сейчас, можно быть уверенным в том, что быстрая работа с любыми приложениями будет обеспечена надолго вперёд. В тесте Antutu он набирает 629 тысяч попугаев. Это один из самых высоких результатов. Тем самым тяжёлые игры на минике идут выше всяких похвал. Но играть на таком экране не так удобно. Для игр всё-таки лучше рассматривать смартфоны с большим экраном. Многих наверняка интересует вопрос, достаточно ли 4 гигабайт оперативной памяти. iOS по-другому работает с оперативкой, нежели Android. Поэтому для повседневных задач этого объёма более чем достаточно. По крайней мере, за всё время использования аппарата у меня не было такого случая, чтобы приложения влетали. Но если 4 гигабайт оперативной памяти хватает с лихвой, то как дела обстоят со временем автономной работы? Ведь батарея на 2227 мАч – это просто слёзы в наше время. Такая маломощная батарея обеспечивает компактные габариты и малый вес устройства. И на самом деле на практике не всё так плохо. И на один день использования мне заряда вполне хватает. 5-6 часов экрана аппарат дать может, и это уже неплохо. Также отмечу поддержку аппаратом быстрой зарядки. При использовании адаптера от 20 Вт и выше можно зарядить смартфон чуть более чем за 1 час. Но я обычно заряжаю через беспроводную зарядку. Тут, кстати, есть один очень интересный момент. Дело в том, что Minic поддерживает беспроводную зарядку до 12 Вт, тогда как другие аппараты 12-й серии – до 15. Вероятно, Apple решила, что маленький смартфон быстрее будет нагреваться и для защиты от перегрева вела такое ограничение. Следующее, о чём я хочу поговорить – это камера. Их тут всего три. 12-мегапиксельная фронталка и блок из двух камер на тыльной стороне. Основная и широкоугольная. Обе с разрешением 12-мегапикселей. Телефотообъектив отсутствует, но он есть в Pro-версиях. Также по сравнению с Pro-версиями здесь нет возможности видеозаписи HDR с Dolby Vision 60 кадров в секунду, только 30 кадров. Помимо обычных фото- и видеорежимов в аппарате имеются такие режимы, как замедленная съёмка, таймлапс, а также портретная съёмка и панорама. Ночной режим в айфонах включается автоматически. Я очень доволен качеством фото и видео с этого аппарата. Они получаются классными. И айфон 12 мини вполне можно использовать в качестве основной камеры для всех случаев жизни. К тому же не забываем про компактные габариты и вес аппарата. По традиции предлагаю посмотреть примеры фото и видео и оставить комментарии, что думаете о качестве этих снимков. Субтитры создавал DimaTorzok Говоря об аудиопараметрах, хочу отметить очень громкие стереодинамики, которые, на мой взгляд, не хуже, чем у старших моделей, и обеспечивают значительный комфорт при просмотре видео. Слева и справа нет никаких элементов, а сверху расположены 3,5-мм аудиоразъём и разъём microUSB для зарядки. Под съёмной крышкой находится аккумулятор, он здесь на 1020 мАч. Хотя качество телефонных звонков в современных смартфонах не является главным фактором покупки, но тем не менее это очень важно. Аппарат поддерживает работу в сетях пятого поколения, для России это пока не особо актуально, но тем не менее это хороший задел на будущее. Но как бы там ни было, в сетях LTE аппарат отлично работает, у него хороший приём сети и передача голоса. Я собеседников слышу отлично, они также никогда не жаловались, и никогда не было случаев получения смс о пропущенных звонках, как это бывает с некоторыми старыми айфонами или смартфонами на Android. Так что в плане связи этот малыш не подведёт. Да, и забудьте времена, когда для второй сим-карты нужно было покупать второй айфон. Здесь имеется слот под физическую сим-карту для одного номера и eSIM для второго. Итак, друзья, подведя итоги, скажу, что я давно уже ждал компактный смартфон от Apple для замены айфон SE. Наконец-таки этот аппарат появился, и за время использования каких-то больших минусов я не нахожу. Да, хотелось бы батарею побольше, пока хватает, но со временем заряд будет падать ещё больше. Хотелось бы запас на будущее. С другой стороны, следует понимать, что батарея – это вынужденный компромисс, на который компания пошла, чтобы устройство было лёгким и компактным. Также мне не хватает сканера отпечатка пальца. Нет, конечно же, Face ID работает просто безупречно. Проблема заключается в том, что это не работает, когда ты в маске. Поэтому Touch ID, встроенный, например, в кнопку Power, здесь бы очень пригодился. В остальном это отличное наследие старой школы, и в дизайне аппарат продолжает славные традиции iPhone 4s, iPhone 5s. Тем самым можно определённо сказать, что если вам нужен компактный флагман, то это самое лучшее, что сейчас есть на рынке. Он полностью подходит для использования в качестве повседневного смартфона, и, в конце концов, это самый дешёвый iPhone из 12-й серии, при этом функционально не уступающий старшей модели. На этом всё, друзья. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Оставляйте комментарии, что думаете об iPhone 12 mini. Делитесь своим мнением, задавайте вопросы. И, главное, не забывайте – всё самое интересное ещё впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!